Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, мы живём в особое время, время правды. И свет этой правды всё больше и больше проливается на различные события, на тайные истории, на поступки и мотивы как отдельных людей, так и целых даже религиозных институтов. Но помимо этого, вот это время, время кризисов, время войн, катаклизмов — это ещё и время, когда каждый человек может очень честно взглянуть на свою жизнь и оценить свою жизнь, в том числе и духовную. И вот этот такой внутренний аудит одних людей пугает, особенно людей, которые оказались в каких-то экстремальных ситуациях, а других людей наоборот. И вот знаете, если взять, допустим, события в Украине, то возникает очень интересный вопрос. Почему одни люди, находясь в подвале многоэтажного дома, когда прилетали снаряды, когда всё разрывалось, рушилось, содрогалось, они чувствовали радость внутреннюю, покой, умиротворение? И вот это очень важный вопрос. Почему радость? Что, казалось бы, вот ещё одно мгновение, и твоя жизнь может остановиться, вот эта земная? А они чувствовали радость в то время, когда другие люди, находясь в относительно, скажем так, спокойной обстановке, когда не было угрозы для их жизни прямой, когда стреляли где-то очень далеко, а они чувствовали безысходность большую и, я бы даже сказала, панику. Вот чем вот это обусловлено? Почему такая разность большая? Это элементарно на самом деле. Те люди, которые, находясь даже в экстремальных условиях, под реальной угрозой их жизни, чувствовали внутреннюю радость. Нормально ли чувствовать радость в такой вот ситуации? Конечно, нормально. Ну не с позиции психологии. Если человек духовно развит, то приближение физической смерти, которое происходит не по его воле, подчёркиваю, не по его, от внешних факторов, то оно даёт внутреннюю свободу. Почему? Потому что человек, который духовно занимался, развивался, независимо от религии, но он действительно в контакте с самим Богом, с Миром Духовным, он чувствует эту связь. И когда он осознаёт, что в любой момент он может расстаться с физическим телом, то начинает доминировать именно духовная составляющая самого человека. И, естественно, он чувствует умиротворение, он чувствует покой, потому что он осознаёт, что он человек, а не тело. И вот здесь огромная разница. Давай для простоты пояснение, извините, друзья, давайте вот так называть, допустим, человек материальный или составляющая материальная самого человека, давай называть обезьяной. Мы же произошли под армию, но от обезьяны. Значит, обезьяна, а духовная составляющая — это ангельская суть, ангел. Ну нет, обезьяна и ангел — это две составляющие одного человека. А второй человек, который, находясь даже в безопасности, он чувствовал страх. Почему? Потому что он далёк от ангельской сути, он всё-таки остаётся обезьяной. А для обезьяны смерть физического тела — это состояние субличности. Любой человек это чувствует и понимает. Отсюда страх, отсюда беспокойство, отсюда паника и понимание того, что ты упускаешь. Не просто привычный образ жизни, что что-то изменится, а это катастрофа для сознания. Для Личности это ещё хуже. Почему? Потому что это вечное рабство. И вот здесь возникает действительно вот это состояние страха, беспокойства. Оно даже необъяснимое, оно идёт изнутри, от самой Личности. И вот здесь человек начинает, конечно, впадать в уныние, в угнетённое состояние, безысходность, ничего сделать не может и тому подобное. Знаешь, что ещё интересно? Интересно, что это происходит не только у людей, которые занимаются духовным саморазвитием, имеют какое-то отношение к каким-то религиям, они всё соблюдают. Но это ещё и происходит у людей, далёких от религии. Вот, и многие говорили, что так парадоксально, что они надеялись всё-таки, что, особенно те люди, которые испытывали страх и панику, они говорят, «Мы надеялись, что, возможно, вот эта принадлежность какой-то религии даст нам привилегии, и мы, может быть, как-то переносить эти события будем легче». Спокойно. И некоторые заметили о том, что у чувства страха, у чувства боли перед этим чувством все равны. И, в общем-то, также они чувствуют боль, как и атеисты те же. И здесь они понимают, что что-то, наверное, происходило не так в их жизни духовной, что есть уже какая-то у них и обида, и раздражительность на себя, что не получается справиться с этим. И понимание… Вот просто когда задумываешься, о чём свидетельствует тот факт, когда человек испытывает панику, будучи человеком религиозным, будучи человеком верующим. Нет, он не верующий, он не религиозный. Он боится, что он не спасётся. Он эгоист. Он эгоист, который считает себя очень верующим, что вот он всё исполнял, и Бог должен о нём заботиться и тому подобное. Ты знаешь, есть такие люди, ну все мы их знаем, которые перекладывают ответственность на других. Скажем так, это, будучи уже взрослым, они остаются ещё маленькими обезьянками. Понимаешь? Из-за чего это происходит? Из-за того, что нас воспитывали, мы воспитываем детей. Ребёнок что-то начинает требовать, чего-то хочет, мы тут же это даём. Если мы не даём, ему достаточно поплакать, и мы для того, чтобы он перестал плакать, мы ему даём то, что он хочет. И ребёнок начинает понимать, что ему достаточно поплакать, покапризничать, и родители что-то дают. И ребёнок начинает этим манипулировать, и потом манипулирует всю жизнь, понимаешь? А к Богу относится как к отцу, как к родителям, понимаешь? То есть раз Бог — отец, значит, Он мне уже должен. Ведь отношение, заложенное в детстве к родителям какое-то потребительское, то точно такое же отношение уже начинает идти у взрослого человека к Богу, как к родителю. То есть вот эта маленькая обезьяна, тот ребёнок, который в человеке застрял и не повзрослел, он продолжает доминировать. И такие люди считают многие себя очень духовными, даже иногда что-то исполняют, то, что прописано в их религиях. Но на самом деле они далеки от Бога, они крутятся вокруг собственного эгоизма не больше. И естественно, когда возникает какая-то угроза их жизни или что-то идёт не так, они очень тяжело это переживают, входят в стресс, а для многих это вплоть до, скажем так, разрушения их психики. Почему? Потому что это ломает все их установки, концепции и все понимания, и надежды, понимаешь? То есть человек считает себя, как ты говоришь, религиозным, что он уже Божий. Он Божий, и в его понимании Бог его должен носить на руках и защищать от всего. А здесь вдруг угроза, и он понимает, что он равный, такой же самый, как и все люди. То есть нет никаких различий. А как же? Он же особенный. Он-то себя считает особенным. И что Бог обязан за него заступаться, разрешать все его проблемы? Вот отсюда и конфликт внутренний. Ну давай рассмотрим других людей, которые действительно стоят на духовном пути, которые действительно занимаются над собой, где Личность развита. Потому что, скажем так, у них доминирует ангельская сущность, а не обезьянь, да? То эти люди совершенно по-другому воспринимают такие ситуации. Даже когда мир рушится, то у них внутри покой. Почему? Они не привязаны к телу, они не привязаны к этому материальному миру. У них Жизнь внутри. И это действительно радость. Радость от того, что ещё мгновение, и он может встретиться с самим Богом, то есть с Миром Духовным, он может встретить таких же, как он, тех, кого он постоянно чувствует. Но естественно, у человека возникает радость. Сознанием он это не может объяснить, почему. И вот сколько наших друзей, да, вот они рассказывали, что переживали эти минуты и сами удивлялись. Почему? Сознание удивлялось, хотя внутри они знали ответ. Они знали, что они уйдут из этой суеты в вечную радость, счастье, и просто в рай, как говорят, в христианстве. Правильно? Да. Вы знаете, проводится параллель тоже со святыми отцами. Очень удивляло, что они называли как раз-таки вот эти сложные периоды в своей жизни, периоды гонений, периоды тюрем, лагерей, войн, самыми счастливыми моментами в жизни. И они говорили, вам будет сложно это понять, но это те моменты, когда Бог был по-особому близок, когда молитва была настолько сильной, что потом уже в последующем… Очень тяжело было… Очень тяжело было достичь такой степени именно вот этого диалога с Богом, чистоты вот этой… Это естественно. Чем труднее условие для тела, тем свободнее Личность. Когда сознание занято паникой, тяжёлыми условиями, болезнью, угрозой для жизни, тюрьмой, преследованием, оно паникует, сознание паникует, то Личность становится свободной. И тогда человек уже как бы впервые начинает видеть себя со стороны. Вот если мы опять-таки вернёмся к писаниям святых отцов и посмотрим, о чём они говорили, то, что они называли вот некоторым исхождением Духа Святого, на них прозрением и тому подобное, что это означает вообще? Вот для некоторых это означает, вот он раз — и Буддой стал, если мы так смешаемся религией для понимания сути, или святым. Вот некоторые считают, нет, друзья мои, это как раз первичный опыт осознания того, что ты, друг мой, не обезьяна, что ты — Ангел, что ты — Личность. Но приходит и понимание другое, что сознание активно, что бесы — они не где-то там. Знаете, это как, скажем, культурно-жреческие структуры, особо выдающиеся у них Личности, придумали, что сатана должен быть с рожками, с пятачком, как у поросёнка, с копытцами, с хвостиком, а вообще на козла похожие, знаешь, из себя рисовали. Я не знаю, какие они грибочки кушали перед этим, но такие образы повыдумали. И это навязали, скажем так, на нестабильную психику своих прихожан. И люди, если приходит не чёрт, значит, это не чёрт, понимаешь? То есть чёрт должен явиться вот таким генетическим коктейлем к нему. И лично к нему. И лично к нему обязательно. А ещё лучше не просто чёрт, а сам дьявол. Потому что он же величайший человек. Да, он же, извини, в церкви был и свечку ставил. Значит, ну какой чёрт к нему прийти? Ему сам дьявол должен прийти, да? Он же эгоист высшей пробы. Ну вот так оно и происходит, понимаешь? То есть а на самом деле сатана сидит в каждом, бесы сатана, как бы мы это ни называли, в сознании. Сознание — это материальная структура. Да, полевая, но относящаяся как раз к материальной части самого человека. Вот оно и происходит, что оно смертное, оно пугливое, оно завистливое, оно всегда вечно подлое и нехорошее. И если в человеке доминирует обезьяна, то как бы он ни выражал своё, знаешь, что тут человечность, ещё что-то, всё равно проскакивает грязь. Спотел. Обезьяна, оно и есть обезьяна, понимаешь? То есть как бы она ни пряталась за какой-то маской, за каким-то ликом, всё равно что-то сквозит через неё. Но в человеке есть и другая составляющая — ангельская. Если она доминирует, то как бы человек ни пытался спрятать Ангела, он чувствуется. Ну это же естественно. Очень многие люди вот в этот период острых таких жизненных событий очень ярко почувствовали вот это разделение внутри себя, что есть… Да. Вот это и есть озарение, вот это и есть схождение Духа Святого, как говорили те же старцы, да? Почему? Потому что человек впервые получает реальный опыт, реальный опыт того, что он не обезьяна. Он отрывается от своего сознания, и он уже может как наблюдатель видеть, что происходит. Он понимает, что сознание его толкает, его одолевают какие-то эмоции, страх, или сознание толкает что-то сделать. Но он уже контролирует, он уже видит этот процесс, и он понимает, что сознание — это не он. И он понимает, на что подбивает его сознание. И начинает с опытом, конечно же, понимать, для чего и какие будут последствия. И вот здесь он уже может легко контролировать, останавливать этот процесс и тому подобное. Ну это мы говорим легко. На самом деле это всё сложно. И те же старцы говорили о чём? Что после как раз вот этого прозрения и начинается внутренний Армагеддон, то есть сама борьба. Вы знаете, мне очень запомнились слова Серафима Саровского, когда однажды ему задали вопрос, а чем отличается, скажем, утопающий грешник от праведника и даже от святого. И он говорил, что они отличаются всего лишь решимостью. Это было так интересно, решимостью действовать, твёрдым намерением оставаться Божьими до конца, вести вот эту борьбу. И по сути все в одинаковых условиях, получается, находятся. Но сознание говорит, что моё сознание, наверное, более агрессивное, более жёстко настроенное какое-то, чем у тех же святых или у тех же посланников Божьих. Конечно, конечно. Все одинаково. Все одинаково переживают. Просто есть люди, которые, видя цель, они её ставят перед собой и просто не замечают препятствий. Почему? Потому что они начинают жить чувственным миром, духовным миром. И тогда они действительно стремятся к Богу. Им надоедает быть обезьяной в действительности. Человек — это высшее существо, но и оставаться при этом приматом, ну как-то оно обидно, понимаешь? То есть и вот здесь другая гордыня, настоящая святая гордыня, она их заставляет двигаться к Богу не за тем, чтобы что-то получить, а за тем, чтобы перестать быть обезьяной, понимаешь, и стать человеком. Вот что их толкает. А других — наоборот. Когда человек, скажем так, в нём доминирует больше звериная суть, в нём больше от обезьяны, чем от ангела, он не может отделиться как Личность от сознания. Сознание сильно, а он как Личность ленив. То здесь возникают, конечно, не очень хорошие моменты. Почему? Потому что часто сознание создаёт иллюзию, что он такой вот правильный, он может наизусть знать Святое Писание, знать, где какая там запятая была и тому подобное. Но духовнее от этого он не станет, даже соблюдая и зная все ритуалы и всё остальное. Ну это же так. Одно дело — навыки, одно дело какое-то Знание. Но все эти навыки, все эти Знания без личного опыта — это просто ноша, которую он несёт. Вся жизнь его превращается в театральное действие. Это как артист на сцене. Но зато у него будет очень высокое самомнение. Он к Богу будет относиться, как к родителю, требуя от него всего его. И от других будет требовать. Ну вот такие люди. Такой мир. Да. Вы знаете, очень многие люди, когда уловили вот эту нотку, скажем, некой обиды внутренней на себя, они поняли, что значит, были какие-то ожидания, и начали разбираться, что это были за ожидания. И поймали себя на том, что всё-таки, да, теоретически они понимают, что в последний миг ты не спасёшься. Но попали в ловушку вот этой системы того, что они всё-таки думали, что можно покаяться в последний момент и всё разрешится. Почему? Конечно. И вот наступает вот этот острый момент… Осознание. Осознание. И ты понимаешь, что ты неправильно расставил приоритеты в своей жизни. Нет. Не человек расставляет, ему навязывают. Навязывают, что ты поверил. Я скажу так. Если человек не занимается саморазвитием, а просто доверяет, вручает свою жизнь кому-то, ну скажем так, обыденную жизнь нашу земную, мы вручаем её политикам. То есть они должны за нас принимать решения, как нам жить и что нам делать, принимать законы соответствующие и всё остальное. Свою духовную жизнь мы вручаем, ну скажем, священнослужителям той религии, к которой ты относишься, и перекладываем всю ответственность на кого-то, и продолжаем существовать, извини, ну просто как животное. То есть нас погнали в одну сторону, мы пошли, погнали в другую, мы пошли. Вот из-за этого оно всё и происходит. Но если человек начинает духовно развиваться, действительно чувствует эту потребность, а её чувствуют все. Просто некоторые хватаются за эту соломинку. Знаешь, вот схватился за соломинку и сам вылазит, а другие и от бревна отталкиваются. Зачем? Ну зачем напрягаться, если есть вот, скажем так, жреческие структуры, которые обязаны это выполнять, и вот на них они упывают. А потом приходит осознание, что он ничего не знает, ничего не умеет, и жизнь прожита в буквальном смысле слова «зря». Она не прожита, она сожжена, его жизнь, несмотря на то, что бы он ни добился в этой жизни здесь. Ведь наша жизнь, если в действительности смотреть, ну давайте с позиции, вот глянем, скажем, элементарно, с позиции даже или в отношении нашей планеты, сколько существует наша планета и сколько существуем мы. Ведь это же материальные, соизмеримые вещи. Мы же очень мало живём. Это практически мгновение существуем. Но это мгновение дано для того, чтобы мы в действительности обрели жизнь настоящую. Знаете, вот как из гусеницы зарождается бабочка. То есть это действительно так. А потом бабочка, она может способствовать тому, что появляется еще масса других бабочек. Ведь гусеница это не сможет сделать. То есть она всего лишь гусеница. И вот пока мы являемся гусеницей, нам надо стать ангелом, бабочкой. Для чего нам надо это стать? Для того, чтобы спасти других, понять этот процесс, пройти самому, а потом уже делиться с кем-то. Правильно? То есть таким вот образом. Мир так устроен. И вот эта короткая жизнь наша, она очень короткая, но ее более чем достаточно для того, чтобы человек смог спастись духовно. А, к сожалению, жреческие институты, которые перебрали на себя всю духовную ответственность, ну как бы сняли ее с людей, они рассказывают, что тебе достаточно перед смертью покаяться. Знаете, такая вот сказка. Если ты говоришь, что просто да, я отказываюсь от дьявола, я каюсь и тому подобное, пробубнил словами. Принимаю свое сердце, и всё. Да, я принимаю. А на практике? А на практике принял ли ты его, друг мой? Вот в чём вопрос. Правильно? Если ты христианин, то твое сердце должно быть Домом Иисуса Христа. Обзгляните в Семёна. Есть ли он там? Вот честный. Вот и ответ. Правильно? Всё очень просто. Опять. Все начинают с этой честности перед собой. Да, давай вернёмся к старцам, которые проходили этот путь. Почему? Потому что это опыт обычных людей, которые проходили этот путь и делились им с другими. Ведь есть те же самые этапы во всех религиях. Подчёркиваю, во всех. Нет исключений. Почему? Потому что истина одна и та же. Это тот механизм или, как это называется, тот путь, да? Но это механизм по факту. То есть здесь, знаете, вот как… Есть инструменты. Да, это инструмент, который ты берёшь, пользуешься, и у тебя открываются одни двери, наступают одни эффекты, за ними другие эффекты, и все через это проходят. Кроме обезьянок, которые слишком высоко о себе так вот сложили мнение, и сознание им рисует, что они прям, знаешь, так вот раз по щелчку, и они уже всё, они уже духовно свободны, они уже всё знают, умеют. Но это мнение, оно очень быстро проходит, когда человек сталкивается с реальностью или с опасностью какой-то. И тогда они у разбитого корыта, знаете, как в сказке. То есть жизнь прожил, а жизнь не обрёл. Да, действительно, очень многие люди понимают, что как раз-таки вот эти кучи мегабайт информации, гигабайт даже информации, они тебя не делают духовным существом. Духовно свободным. Что там, где нужно продвинуться, надо двигаться, надо какие-то решимые шаги внутренние принимать решительно. У нас, знаешь, как ещё, отношение к духовному, вообще вот к духовным практикам, к миру духовному, это как потребительский формат. Если я занимаюсь духовными практиками, значит, моё тело не должно болеть. Значит, я должен получить удачу и успех во всех своих делах, в бизнесе, во всём. Значит, ничего не должно происходить плохого со мной. Бог должен защитить меня, защитить ту территорию, где я нахожусь. Вот как то, что вы говорили в прошлой передаче, прилетит куда угодно, но и только не ко мне. Ну как же к святому прилетит? Бог же сидит и защищает тебя. Он своих обязательно убережёт. Ну а как же? Вот такой тоже. Это же не Божь уже, это же его дитя. Разве ты не будешь спасать своё дитя? Будешь. Значит, что бояться такому человеку? Бог будет его спасать, а он всемогущий. Он, скажем так, и бомбы развернёт, и ситуацию изменит, и климат остановит. Лишь бы вот это его чадо жило спокойно. У меня другой вопрос, друзья. Мы сейчас начали сдалека к этому подходить. А давайте посмотрим на жизнь, действительно, на жизнь настоящих людей, таких вот как Иисус Христос, как последний пророк. Ну я думаю, достаточно. Это выдающиеся люди нашей современности, скажем так, ну в смысле цивилизации нашей. Это наша история последняя. И это те, кто являются примерами для миллионов, а то и миллиардов людей. Ну так же? Да. Давайте посмотрим на их жизнь. Насколько тяжело им было освободиться от того же сознания? Вот казалось бы, Сын Божий, он знал, кто он. Но свободен ли он был от того же сознания, от тех же бесов? Ну многие скажут, ну как же, что Бог, да, он же должен был освободить, этот как многие у нас, да? То есть человек только пошёл в церковь или, неважно, в мечеть, один раз поприсутствовал, и всё. И он уже духовно свободный человек, он уже святой. А почему же тогда Иисус Христос вынужден был пойти на очень жёсткие практики такие, да, то есть для того, чтобы присмирить вот этого беса в голове? Ну это библейская история. То есть он доводил организм до такого состояния, когда сознание уже сдавалось, потому что оно могло умереть. Но здесь ещё есть нюанс. Нюанс этот заключается в том, что всё-таки он был свободной Личностью, он был духовным существом, и смерть физического тела ему даёт свободу, и больше ничего. И сознание это прекрасно понимало. И вот здесь, естественно, он вынудил это сознание, но повторять это за ним не советую. Очень много было симонии в этом отношении. Многие пытались повторить так, как Иисус Христос, для того, чтобы упразднить своё сознание раз и навсегда. И очень многие умерли, став субличностью. Ни духовно не спаслись, и жизнь потеряли, и шанс потеряли. Понимаете? То есть это каждому своё. Нельзя баловаться. Жизнь надо беречь. Давай возьмём жизнь пророка Мухаммеда. Он ярчайший пример для всех людей, подчёркиваю, для всех, всех религий, всех конфессий и тому подобное. Почему? Его трепетное отношение до последнего вздоха он цеплялся за мир духовный. Сколько он был в практиках, насколько он выполнял глубоко духовные практики. А жизнь у него была крайне тяжёлая, гнения были, всё было. Проблем было море у него, но он не сдался ни разу. Так же? И насколько трепетно он относился именно к духовным практикам, к контакту с Миром Божиим. Почему? Простой вопрос. Ведь он же сам пророк. Его любил Бог, и он его выделил среди миллионов других людей. И тем не менее он цеплялся постоянно. О чём просил он Бога? Вше общество. Совершенно правильно. Разве он просил хлеба насущного, материальных благ, побед в войне, ещё что-то? Нет, друзья. Это мы просим. Приходя в мечеть, в церковь, мы хотим магии. А он просил одного — стать частью высшего общества. Постоянно. Даже он, как казалось бы, уже гарантированно место там есть. И тем не менее он каждое мгновение доказывал, что он достойный этого, для того, чтобы не утратить позиции. Правильно? А как у нас обстоят дела, друзья? Когда-никогда сходили в храм, в мечеть, выполнили духовную практику, молитву, ещё у каждого религия, скажем так, свои, не важно. Это духовная практика, давай скажем так. Вот выполнили мы духовную практику, всё, мы с Богом рассчитали. Знаешь, как долг отдал, да? То есть ты купил себе место, и остальное время ты остаёшься наедине со своим сознанием, вернее, сознание над тобой продолжает доминировать. Ну разве ты станешь ангелом? Да нет, друг мой, как было мартышкой, так и останешься. Весь смысл заключается в том, это постоянный контроль зверя. Когда ты контролируешь зверя, ты ангел. Когда зверь контролирует тебя, и ты даже этого не видишь, ты обезьяна. И это правда. Ну разве не так? Да, это напоминает, знаете, библейскую притчу про брачный пир, когда было очень много званых, но мало избранных. И почему люди не пришли? Их позвали, зов этот шёл постоянно. Они не пришли, потому что у кого-то там хлопоты, у кого-то торговля, у кого-то работа на полях. И только потом люди осознают, что неправильно распорядились свои жизни, неправильно распорядились временем, то им мешало, не знаю, кому-то супруга мешала, кому-то мешала работа, кому-то ещё что-то. То есть что людям постоянно что-то мешает. Знаешь, вот часто наши друзья тоже и писали, и те, с кем встречался, жаловались на то, что не хватает времени. Говорят, вот была бы возможность вот всё бросить, поехать там, скажем, в какой-то храм или где-то уединиться и действительно заняться духовными практиками для того, чтобы получить… Ведь это же колоссальный опыт, но это реальная возможность соприкоснуться с миром духовным, чтобы ничто не отвлекало, не мешало. Говорят, не получается. Работа, семья, ответственность, ну куда ты денешься? Говорят, ну так вот тяжело им, бедненьким. Знаете, что я скажу вам, друзья мои, которые слушают собственное сознание от мартышки, которые рассказывают, что у тебя есть потенциал, но нет возможности духовно развиваться. Вот плюньте на всё, возьмите отпуск, возьмите палатку, ну желательно в летнее время, конечно, и куда-нибудь там, где безопасно, но никого нет. Вот чтобы вас никто не дёргал, не отвлекал, хотя бы на недельку. Вот съездите и попробуйте позаниматься духовными практиками, вот духовно освободиться, и мы посмотрим. Знаешь, вот таких людей не получится. Почему? Потому что они убегут от людей, но они не убегут от себя. Обезьяну-то не с собой возьмут, а обезьяна доминирует. Бедный ангел, он, извините, это, знаете, вот гадкий утёнок. Помните такой вот был? Мультфильм в детстве. Вот у меня такое ощущение, вот глядя на некоторых людей, я всегда вспоминаю этот мультфильм, понимаешь, вот состояние ихней ангельской сути, какого-то гадкого, забитого утёнка где-то там под плинтусом, потому что обезьяна большая, сильная, запугала, отрепала бедного, и он вот этот цыплёнок забился где-то и не может вылезти со своего укрытия и развиться полноценно. Я ещё запомню, как Вы говорили, что обезьяне постоянно что-то мешает, то ствол скользкий, то бананы высоко где-то там висят. Обезьяна никогда не довольна жизнью. И вот я же почему и говорю, съездите и попробуйте, уединитесь, и Вы столкнётесь с такими проблемами, о которых Вы никогда не подозревали. Но одно дело, если человек, знаешь, настроен действительно на борьбу, и вот он выйдет, возьмёт с собой тетрадочку и начнёт всё записывать, хоть вот освободиться, он увидит, что никто и ничего ему не мешает, кроме обезьяны в голове. Ну или вот как в религии говорят, демоны там, ещё что-то, сознание, не имеет значения. Система, как бы мы это ни называли, это проблема, проблема, с которой мы рождаемся. Просто, знаете, взяли две составляющие. Вот животную часть, обычную мартышку, и ангельскую, и вот совместили. Но для того, чтобы из этого кокона, это даже не гусеница, кокон, образовалась бабочка, человек должен преодолеть, победить, должна произойти победа, победа над самим собой, то есть победа над своей активной составляющей, которая цепляется за этот мир, для которой этот мир родной, трёхмерный. А ведь для Личности этот мир неродной. И Личность практически его не видит. Без сознания Личность не видит этот мир и не воспринимает его. Поэтому посредником служит сознание. Ну и сознание может творить что угодно, создавать массу проблем, заставлять отвлекаться, когда Личность должна финансировать, давать больше энергии и тому подобное. То есть вкладывать собственное внимание не туда. Но когда ваше внимание, друзья мои, вкладывается в материальное, неважно по каким причинам, вы не вкладываете его в мир духовный. А если вы не вкладываете его в мир духовный, то ничего вы не получите. Знаете, можно внешние действия делать какие угодно. Ходить не только руки целовать священнослужителям, да извините, хоть в заднице им целуйте, отдавайте им всё, что зарабатываете, продайте всё, что имеете, и отдайте им. И пусть они молятся за вас с утра до вечера. Ничего не произойдёт. Как был мартышкой, так и останешься. Извините, друзья, за откровенность. Никто не сможет вас спасти, кроме вас самих. Надо понимать, знаете, человек действительно двойственен. А рай — это не зоопарк. Обезьянам там не место. Это правда. Но, знаете, вот ещё есть проблема в том, что люди, они далеко отошли от Бога. Вот, к сожалению, на сегодняшний день люди утрачивают вот эту связь. Знаешь, вот слишком много информации, слишком много проблем. У нас проблемы со здоровьем, то у нас пандемии, то у нас политики проблемы. И вот это вот СМИ, оно нас настолько загружает внешними проблемами. Плюс ещё кризисы начинаются экономические, всё всегда дорожает. Мы не можем вырваться из этого круга таких вот жизненных проблем. Нам никогда остановиться и просто глянуть вовнутрь, что происходит с нами. Понимаешь? То есть мы ловим себя уже на каких-то высоких эмоциях и тому подобное. И вот здесь вот, говорят, проблема современности. Но с другой стороны, друзья мои, если ты действительно хочешь и чувствуешь, и понимаешь, если ты действительно любишь Бога или стремишься к Нему, то вся эта суета — это просто клондайк. Нет лучших времён для духовного спасения, чем сейчас. Почему? Потому что ты видишь суету этой обезьяны. Ты осознаёшь, что она из последних сил карабкается на дерево, чтобы сорвать этот банан. Понимаешь? Но как Личность ты понимаешь, как Ангел, что это обезьяна. И это не ты. Достаточно лишь остановиться внутри. А мешает ли наша современная жизнь духовному освобождению людей? Нет, друзья, не мешает. Просто пример надо брать с достойнейших, с того же Иисуса Христа. Сколько Он пребывал, скажем так, в духовных практиках, сколько хорошего Он делал с того же Пророка, последнего Пророка, достойнейшего из людей. Сколько Он пребывал в практиках, сколько хорошего Он делал. А разве у них была хорошая и лёгкая жизнь? Нет. Разве у них жизнь была легче, чем у нас с вами? Нет. Угроз было меньше? Нет. Извините, Иисуса Христа обезьяны даже распяли. Задумайтесь об этом. Разве у Него была лёгкая жизнь? Но некоторые скажут, «Да, но Он же Сын Божий, Он же знал». А кто вам мешает? Скажите честно. Вот кто вам мешает действительно приложить немножко усилий и прочувствований Бога? Мир Духовный. Ведь двери в Духовный мир всегда открыты. Да, обезьяна туда пытается войти, но никогда не сможет. Духовный мир — это не зоопарк. Обезьяне там не место. А когда мы, будучи мартышкой, пытаемся туда пробиться, а для чего мы туда пробиваемся? Чтобы что-то получить, чтобы научиться магии, чтобы доминировать над другими обезьянами. Давайте честно говорить. Поэтому никогда обезьяна не сможет прочувствовать мир Духовный. Но каждый из нас, наш вот тот, извините, цыплёнок, забитый под плинтус, здоровый, сильный и агрессивный обезьян, он знает, что Бог есть. Ну знаете как? Некоторые настолько гордецы, что им лучше себя считать большой и сильной обезьяной, знаете, это как горилла, которая всех ломает, кусает, чем признать, что он маленький, несчастный, загнанный под плинтус цыплёнок. Но с шансом стать прекрасным лебедем. Ну разве не так? Настоящим ангелом и взлететь в Вечность, и стать равным среди равных, стать частью Мира Духовного. Что мы выберем? Задумайтесь просто. Никто не мешает. И пример нам есть кого убрать. И есть достойнейший. Достойней Иисуса Христа и пророка Мухаммеда тяжело найти. Но они такие же люди были, как и мы с вами. Ну некоторые опять же скажут, ну он же ж был Богом. Да, в нём был, в его теле был ангел, но обезьяна была точно такая же, как ваша. и так же само ему мешал. Но он-то и укротил. Да, он знал, кто он. А разве вы не знаете? Прекратите врать себе и прекратите слушать обезьяну и поступать, как обезьяна. И вы увидите, как мир изменится. Вы увидите, как вы преобразитесь внутри. Ведь это же просто. Но тут обезьяна начинает рассказывать. Ну если я так поступлю, всё изменится. Меня не поймут друзья, от меня отвернутся родственники. Знаете, друзья, вот простой вопрос. Извините, буду говорить прямо опять. Сколько длится наша жизнь человеческая? Чуть-чуть. А где ты потом будешь? Ты будешь со своими родственниками, со своими друзьями и массой незнакомых людей, которым ты пытаешься впарить эту мартышку, как нечто выдающееся. Мы же все так занимаемся. Мы живём же для людей. Нам важно, что о нас подумают люди. А где ты будешь потом, друг мой? Что важнее? То, что о тебе подумают, или кем ты станешь? Даже вопрос не в том, кем ты станешь, а кем ты есть. Кто ты? Смертная обезьяна? Или ты часть мира духовного? Ты андил. Знаете, люди не хотят слушать. В первую очередь не хотят слушать себя. И вот здесь кроется весь отъед. Что значит люди не хотят? Кто в человеке не хочет? Кто не хочет прислушиваться к вот этому шёпоту, который происходит, вечный шёпот внутри, от Души к Душе, как говорится? Кто? Только мартышка. И вот насколько надо быть слабым, да, ну так культурно скажем, чтобы променять свою жизнь вечную на существование, очень короткое существование, обезьяной. Знаешь, друзья, это правда. Но если вам нравится быть мартышками, это ваш выбор, но он недостойный. Этот выбор недостойный человек. Человек здесь для того, чтобы жизнь обрести, чтобы ангелом стать. И обезьяна должна служить ангелу, но для этого ангел должен стать сильным. Вот весь механизм, который есть и который проходили все. Опять, почему я упомянул за Иисуса Христа, рассказал, какую он практику проходил, да? Он долго боролся, а потом даже не пришлось 40 дней ломать. Ломать эту обезьяну, потому что она большая, сильная, ну знаете, давайте поясню, для того, чтобы не было непонимания. Чем сильнее Личность, в этом кувшине двойственной природы, тем сильнее обезьяна. Ведь представьте, сколько внутренней силы, какой огромный потенциал, когда приходит ангел. Какая будет обезьяна? Ну как на стероидах, знаете, для нашего понимания. Большая, сильная, в три раза больше, чем Шварценеггер. Ну а что, не так? Так. А чем слабее человек духовно, тем слабее обезьяна. Ну всё оно уравновешено, пропорционально уравновешено. Но начинать с такой позиции лучше всего. То есть начинаешь развивать ангела, вкладываешь внимание туда, куда надо, а обезьяна не успевает затомать. То есть легче перебороть. А в духовном свободным существам, которые здесь, им гораздо сложнее. Это действительно так. Это как пример Иисуса Христа. Или пророк Мухаммед, величайший из людей. Он ведь настолько сильный был духовно, что он действительно помогал многим и помогает по сегодняшний день. Это действительно был любимец самого Аллаха, Бога, который выбрал его из многих. Разве он его не наделил силой? Наделил. Ведь сам Бог к нему посылал своего архангела для того, чтобы он его учил. Ну разве не так? Так. Представьте, какой силой была его обезьяна, когда с детства она начала развиваться в таких условиях. Но зная это, пророк его смирял каждое мгновение этого зверя внутри себя. А что? Нам это сложно? Или нам что-то это мешает? Любому из нас? Нет, друзья, ничего не мешает. Кроме этой обезьяны. Если вот вы человек религиозный, вам надо пойти в храм, а вам не хочется. Вопрос — кто не хочет? Если у вас духовная практика, вам надо её сделать. Вы чувствуете, хотите её сделать. Ну здесь появляется масса причин. Вам обезьяна создаёт такие условия, что вам надо срочно сбегать в магазин, помыть полы или лишь полежать. Ну вы знаете, тогда обезьяна побеждает. Тогда что остаётся? Тогда остаётся слушать жрецов и верить в их сказки. Знаете, как бы мы ни верили в их сказки, как бы мы ни надеялись на то, что за нас кто-то что-то сделает, ну правда, она сурова. И вот те же святые отцы с тех же религией, они говорят, что каждый должен пройти этот путь. И каждый должен столкнуться лицом к лицу сатаной. И каждый должен победить. Ведь всё одно и то же испокон веков. Другого ничего нет, потому что это правда. А если нам страшно, мы не хотим сталкиваться, мы не хотим бороться, мы боимся, что мы сойдём с ума, выполняя духовную практику, потому что вот начинает мир меняться, мы раздваиваемся. Ну кто боится? Обезьяна боится утратить власть, потому что начинает расти ангел. И вот здесь выбор за нами. И вот как Татьяна упоминала Серафима Саровского, когда он говорил… Решимость. Решимость. Если мы имеем решимость, мы победим, мы не сдадимся. Знаете, простой совет, чисто по-человечески. Подойди ко зеркалу, посмотри, кто ты. Постарайся увидеть обычную обезьяну. Вот посмотри правде в глаза. Да, она может быть весьма симпатичная, не такая, как мы привыкли видеть в зоопарке, но это результат эволюции, не больше. Всё, что мы видим в зеркале, мы видим всего лишь обезьяну. Глядя друг на друга, мы видим обезьяну. Да, она может быть прекрасна, ещё раз скажу, умна, образована, но это всего лишь мартышка. А то, что мы чувствуем, то, что является нематериальной составляющей, вот это способно жить вечно. Так что надо развивать, друзья мои? Я не говорю, что не надо учиться или ещё что-то. Вы знаете, в действительности учиться надо всю жизнь. Разве Пророк не учился? До последнего дня он учился. Так почему нам нельзя учиться? Нужно. Каждый день. Иначе день прошёл зря, если мы в этот день не учились. Учиться становиться людьми, учиться быть человечным, учиться любить. Элементарно, простое. Но вы знаете, что люди не знают, что такое Любовь. Люди не знают, что такое Любви. Люди не знают, что такое быть верным. Действительно, люди этого не знают. Мы утрачиваем это всё. Так вот, пока мы не узнаем, что такое Любовь, мы не сможем обрести Жизнь. А на страхе и подчинение, знаете, как загнанная собачка, собакам даже в храме не место, не то, что в Мире Духовном. Поэтому, друзья, всё, что материально, оно смертно. Всё, что мы видим глазами земными, всё исчезнет. И то, что мы в зеркале видим, исчезнет. Но то, что мы чувствуем, то, что нематериально, но гораздо выше любой материи, то может быть вечным. Вот это и надо развивать. То, кем мы себя чувствуем внутри, но исключительно с духовной позиции, подчеркну. Потому что сознание нам тоже начинает, скажем так, вставлять свои палки в наши колёса, создавать ложные образы, ощущения, эмоции. И люди, не имеющие опыта духовного, они путают именно духовное восприятие, чувственное восприятие с внутренней эмоцией и самомнением. Ну это ж так. Всё начинается с правды. Нужно всё время развиваться и учиться, потому что мастер — это всегда учение. Сто процентов. Ну если мастер считает, что он мастер, и он чего-то достиг, что он совершенен, значит, он просто шизофреник, не больше. А настоящий мастер, он всегда учится. Он понимает, что ещё очень много есть того, что он должен постичь. Но начинать, друзья, надо с Любви. Так что давайте просто любить друг друга. это самое простое, но это самое сильное. Это то, что даёт Жизнь и надежду не только каждому из нас, но и всем нам вместе, всему миру. Потому что Любовь, Любовь действительно спасает. И спасает не только нас, спасает и нашу планету, спасает всё человечество. Ну это если… Это и Любви много. А для того, чтобы её было много, ну вот каждый из нас должен трудиться над собой. Правильно? Излучайте её больше. Чем больше, тем лучше. Спасибо, что были с нами. Спасибо, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok